Новые вызовы единства Крымско-Татарской общины обсуждают в Симферополе. На большую конференцию приехали более 400 представителей общественных организаций и исламских религиозных деятелей. Говорят о том, как реагируют на риторику из Киева, звучащую в том числе от бывших земляков. На встрече осудили продовольственную и энергетическую блокаду Крыма в числе организаторов прошлогоднего подрыва ЛЭП Ленур Ислямов, один из руководителей так называемого Меджлиса Крымско-Татарского народа, организации, не признанной в России. Он же призывал создать добровольческий батальон, как отмечали сегодня под экстремистскими лозунгами. Участники конференции говорили, что никто из крымских татар и вообще мусульман России подобные действия не одобрит. Сегодня была однозначно негативная оценка этим действием. Мы понимаем, что Киев пытается создать вокруг себя марионеточные организации, они позволят ему действовать на международной арене, в том числе и попытка это делать от имени крымских татар. Поэтому сегодня практически в переполненном зале была самая жесткая оценка дана таким действием. Напомню, что после воссоединения Крыма с Россией был издан указ о реабилитации крымских татар. Паломники могут свободны при поддержке властей совершать поездки в Мекку, готовится строительство соборной мечети. Всего этого мусульмане Крыма не могли добиться от украинских властей более 20 лет.